Вот так у меня происходит процесс вязания. На пляже я вяжу свой свитер из планируемого моего описания. Это размер будет 50-52. Я уже сделала примерку, все очень хорошо села. Уже отделила рукава, перехожу на тело. Выполнила здесь подрезы. Необходимо количество петель с двух сторон. Я принесла этот свитер на пляж вечером, сейчас 5 часов вечера. С ним совсем не жарко, его не жарко вязать. Сегодня у нас 26 августа. Принесла свитер вот в таком маленьком мешочке, очень легком. Он совсем не занимает места у меня в сумке. И так как это сегодня конец августа, вечернее время, то вязать очень комфортно и приятно. Девочки, сейчас я на даче. Вот так выйдет мое рабочее место с утра. Сейчас 9 часов утра. Здесь у меня шапка вяжу, вот разложила. Здесь из Ланагата Суперсофт. Один моточек уже извязала. Сейчас уже закрепила маркеры. И буду провязывать макушку. Давайте сразу про шапку расскажу. И получается у меня здесь в кольце 110 петель. И мне нужно было поделить, чтобы лицевые были в центре секторов. На 4 сектора поделила. И не получается. И вышло, что нужно поделить на 28, 28 и 26, 26 петель в секторе. Посмотрю, как будет. Нет, вру. 28, 28, 28, 26 петель в секторе. То есть один сектор маленький. Ну, посмотрим. Здесь у нас утренний кофе, шоколадка, минеральная вода. Здесь и у мамы на даче. Это район Сочи. Тут у нас кухня через окошко. Здесь у нас такая небольшая веранда. Сейчас поднимусь, знаете, что вам покажу. На каждой даче есть такое, поэтому для меня это очень все нравится. Это у нас растет киви. Кто не знает, как растет киви, посмотрите. Он так же плетется. Но я бы не сказала, что он как огурцы. Но вот так вот у нас снизу выплетается. И идет наверх вот такие вот толстые стволы. Этому киви совсем немного лет. В общем, он молодой киви. Так что я думаю, здесь сильно одеревенеют его стволы. Вот сейчас я спущусь по ступенечкам. Вот здесь. Тут у нас маму папоротник. Не помню, как это растение называется. А в прошлом году здесь была монстера. И внесли ее зимой наверх на мансардный этаж. И она вся погибла, замерзла. Там у нас холодно наверху. Ну, неотапливаемое помещение. В общем, вот такое у меня с утрица рабочее место. Небольшое включение. Так, идут к мангалу. Там уже вон огонь пошел. У меня здесь вот такая трилка овощей с салом. Мы подготавливаемся к шашлыку. Вот у нас разжигается сейчас мангал-костер. Мы имеем свинину шейку. Она у нас мариновалась, ноги тоже часа три стоит. Кефир, помидоры, зелень, лук, соль, перец, лаврушка. Это у нас шампиньоны в майонезе. Форель у него внутри, в брюшке базилик. Там даже икорная. Картофель порезали вот такими ломтиками. Сало туда будем нанизывать на шампур. Баклажаны синенькие подумаем, как делать. И вот перцы. Ну, пока вот огонь разжигается. Что такое? Ну, а это мы платье с детского марафона. Да, Лиза? Да. А здесь уже нормальная. Шашлычок взяла, да? Да. А картошечку возьмешь? Четыре картошки. Вот, хорошо, четыре. Запеклись. Да, горячие. Ну, такая поджаренная с сальцем. Вот эту хотела? Да. И вот эту, и вот эту. И вот эту. Ух ты. И ты все скушаешь? Да. Молодец. Конечно, картошка одна из самых вкусных получилась. И еще шашлык. И еще шашлык. Ну, берем. Рыбка. Рыбку не стали, да? Коптить. Пожарили на решетке. Что-то не хватило нас времени. Ну, приятного аппетита, девочки. Да, да, да. Ну, что, я вам показала шашлык, который очень удался. Был вкусный. Сегодня все встали очень поздно. У нас еще, кстати, шашлыка осталось в холодильнике. Если, наверное, будем обедать. Гарнит только нужно придумать. А сейчас вам показываю свою шапку, которую я здесь связала. Я думала, что не успею, но, оказывается, я ее даже успела. И взяла, вот здесь уже заправила кончики. Заправила наверху. Связана она резинкой один к одному. Поделила я макушку на четыре клина. Ничего особенного. И вот так через лицевую петлю с тречными вот такими закрытиями закрыла макушечку. И наверху она сидит таким уголком. И когда я надеваю, она не сидит прямо по голове. Я хотела сделать спущенную шапочку. Вот видно на удлиненную. И наверху она таким клинышком немножко заканчивается. Не полукруглую на макушке. Шапка еще не стиранная. Это Ланагата Суперсофт. Цвет. Напишу вам здесь на экране. Ушло полтора мотка. Я хотела здесь сделать ее спущенной, удлиненной. Не сильно получилась длинная. Слегка вот. Ну, нормально так же, как и надо, в принципе. И я ее заламываю на затылке. И немножко отворачиваю внизу. Но можно ее еще носить с отворотом небольшим. Но тогда она, и тогда она прилегает по макушке, но туда она торчит здесь мысом наверху. Вот такая шапка. Давайте я вам еще покажу джемпер, который я здесь начала, но еще не закончила. Вот такой свитер. Да, точнее не джемпер, а именно свитер, потому что здесь высокая горловина. Я показывала в предыдущих видео такой же голубой свитер. Если вы не видели, посмотрите. Здесь наверху поставлю ссылку. Вяжу я этот свитер на размер 50-52. Надеюсь, все будет хорошо. Здесь есть на кого примерять такой размер. Вяжу встречными косами. Очень простой этот узор. Рисунок, реглан сверху. Высокая горловина. Здесь у меня уже ушло два мотка. Начала третий моток. Вот столько из него извязано. И сейчас я уже буду переходить на провязывание отдельно рукавов и тела. Вот пошел рукав. Выполнить подрезы. На бросовую нить закрыть рукав, чтобы потом перекинуть на нить. И буду провязывать все отдельно. Реглан здесь вывязан из трех лицевых петель. Здесь нет нигде изнаночных. Сразу из лицевых выходят дополнительные нити на рукава. Делаю для этого свитера описание, которое я буду предлагать на своей страничке на Ravelry. По вашему желанию вы сможете приобрести вот такая высокая горловина. Отворачивается. Либо полностью отворачивается. Либо заломами складочками складывается на шее. В общем, вот такой очень мягкий свитер. Свитер связан из Drops Brushed Alpaca. Если я правильно, Alpaca Silk на шелке фирма Drops. Но также подходит еще сюда гетифра Софио. Я еще не пробовала плотность. Здесь я вяжу, по-моему, на шестерке. Честно говоря, забываю. Такие моменты. То ли 6, то ли 5. Пятерка. Не помню, ребят. Девчат. Вот. В общем, делаю описание. Такой мне процесс. А здесь видно, да? Под свитером дырочка на столе там. Это я нахожусь на мансарде. Здесь на даче мы тусим. И я тут провязываю. Конечно, сложно вязать в жаркую погоду. Пчелки. Но я стараюсь где-то укрываться в тенечке. Или на продуваемых местах. И все вязать. Ну, такие летние мои процессы. Спасибо вам, что остаетесь на моем канале. Что смотрите мои видео. Учитесь по моим мастер-классам, по моим описаниям. Подписывайтесь. И смотрите дальше мои видео. И следите за моим вязанием. Пока-пока. Удачных проектов. Спасибо.